Валентин Томашевский, приветствую вас все на канале. Хочу представить вам, несомненно, на данный момент лучший автокликер для игры Raid Shadow Legends. Он только под платформу Windows. Разработчик у нас немецкоговорящий. Вот страничка на гитхабе, которая посвящена этому приложению. Это RSL Helper. И Farb Stoff RSL это, собственно, тот самый разработчик. Здесь все на немецком языке, соответственно, если мы хотим перевести на русский, включаем переводчик. Ну и, естественно, подстрочник. В каком он там виде будет переводить, это понятно. Вот что есть у автокликера. Число управляемых заходов, количество заходов. Бегает по очкам событий. Если запустить заранее, чуть позже покажу. То есть он может выполнять. Задаете ему набрать 1500 очков событий. И он будет повторять до сих пор в ваш подземелье. До сих пор, пока вы не наберете нужное количество событий. Таймер запуска есть. То есть старт таймер. Вот. У всех героев есть максимальные уровни. То есть он будет повторять до сих пор, пока все герои не прокачают максимальный уровень. Вот. И также есть работать до сих пор, пока энергия не будет израсходована. После этого будет ждать, пока энергия заполнится. Ну и, собственно, работает бесконечно. Правда, по-моему, когда энергия заполняется, он не совсем работает. То есть не всегда все тут срабатывает как надо. Но самую главную функцию, то есть продавать, он выполняет. Ну и самое главное дальше, что он умеет делать, это автоматическое пополнение энергии. А автоматическая продача артефактов, и который еще и настраивается. Создание артефактов в кузнице не смог я от него добыться. Определение фпс нам тоже особо не помогает. И пока мои инвалиды еле-еле на мульте бьют босса ледяного голема. Давайте посмотрим, как выглядят настройки. То есть, опять же, помните, что русского языка нет, есть только английский. Вот, вся продает все артефакты, у которых плоская хп, у которых плоская атака, у которых плоская защита. Ну, соответственно, имеется в виду внизу. То есть перчатки, броня и сапожки. Вот, и также продает амулеты на атаку с плоской атакой. Что еще? Хранит. Можно настроить набор в другую сторону, что все знамена с меткостью в Мейнстате все будут хранить, какие вы настроите отдельно. Вот. И также хранить можно настроить, что будет хранить все сапоги, у которых скорость в главных параметрах. Ну, а здесь настраивайте, что именно продать. То есть, несмотря на то, что язык английский, я думаю, все понятно по цвету. И опять же, такие слова, как редкие, легендарные, эпические, они нам всем знакомы. Что продаем, то здесь отмечаем. Аккаунт развивающийся, поэтому вот. И отдельные настройки для комплекта скорости. Продавать ли пятизвездочные. И какие предметы пяти и шестизвездочные. Что хранить, а остальное продавать ниже этого. Также есть для дополнительных статов правила, но это уж совсем для изысканных товарищей. Вот такой довольно мощный фильтр здесь по продаже артефактов. Видите, вот прошлый артефакт был продан. Ну и то, что автокликер, он постоянно еще поддерживает очень важный момент. У нас в игре до сих пор нет какой-то строки состояния. Где бы было, допустим, в одной строке, всегда, в любом месте, всегда видно. Какое у меня количество энергии 16600. Ну, я на мульте не играю. Какое количество у меня рубинов 640, видите. Какое количество серебра 3600 миллионов. Вот, соответственно, если бы вот что-то такое в игре было, было бы крайне полезно. Ну, ладно, я отвлекаюсь. Еще очень интересная здесь статистика, которая полезна, оказывается. Когда ты делаешь большое количество ранов на подземелье, ты получаешь средний забег, допустим, 4 минуты 53 секунды здесь видим. И самое интересное, это соотношение винрейта. Вот, то есть, какой у нас процент фейлов. То есть, на данный момент, видите, что 14 у меня побед и 16 проигрышей. Вот. Ну, и сколько времени забегаем, это уже не так интересно. И где мы, собственно, находимся, это только тоже постольку поскольку. Остановим мы тогда его. Ну, видимо, остановим после того, как пройдет. Или сейчас остановим. Давайте остановим. Сейчас пробежимся по остальным возможностям этого Raid Shadow Legend Helper. А после этого покажу, как его обновлять. В данный момент у него, видите, появилась новая версия, и он хочет обновиться. Обновляется он тут немного с танцем с бубнами. Поэтому лучше я это отдельно покажу. Итак, у нас есть клан Boss Simulator. Здесь мы настраиваем полностью всех героев. Указываем скорость. Соответственно, просчитывается. Ну, лучше их отсюда импортировать. Для примера, на клан Boss'е распишем свою пачку. Вот здесь есть стрелочка вниз. Можно более тонкие настройки провести. Здесь мы выбираем героев. Здесь мы им указываем скорость. И если у нас есть книжечка, талант. Вот этот вот поднятие духа. То мы здесь указываем галочку. И тогда, если указываем галочку, то нам надо знать, сколько комплектов скорости на вас одето. Допустим, три комплекта скорости. И галочка. Реальная скорость у нас будет не 216, как указывает игра, а 215,228. Ну, у меня нету, собственно, никаких тут книжек и никаких, да, ничего не отмечаем. У меня скорость 216 без всяких этих самых. Ну, тут будет работать и так, и так. Давайте это сократим, чтобы не было лишней информации. И вот мы видим, допустим, да, что на авто они, у нас нет никакой задержки. Людоед и Мученица начинают с А3. Дальше бьет клан-босс. Клан-босс бьет в неуязвимость, собственно, бессмертие. Вот. Дальше Фейн А3. Ледяная Банши. Опять Людоед бьет. А2 он побольше урона наносит. Вот. А3-А2. И когда бьет босс, то мы видим, что на всех висит опять бессмертие. Вот. На второй ход. И вот третий ход нас, собственно, интересует. Когда доходит до клан-босса, он бьет уже непосредственно в ледяную Банши. Она в это время защищена. Она станоприемник. Естественно, надо только ее одеть так, чтобы она была, являлась, собственно, станоприемником. И дальше это где там наш шестой ход. Это все дело повторяется. То есть на седьмой ход на всех висят бафы. На восьмой ход на всех висят бафы. Соответственно, то же самое будет вплоть до 50-го хода. Вот. 49-й ход. И на 50-й мы все помрем. Вот. То есть таким образом вы можете посмотреть свой анкил. Подрегулировать здесь его. Как это дело, что работает. Ну и сохранить какие-то себе сетапы в клейборд. Потом его вставить в виде текста, чтобы на будущее можно было как-то подрегулировать. Дальше инструмент. Инструмент. Здесь калькулятор пакетов. То есть вы выставляете, что в пакете есть. Сколько оно стоит. И исходя из этого, считайте, стоит ли это дело вам покупать или нет. То есть по каким, скажем так, коэффициентам вы согласны брать наши пакеты. То есть вот формула. Дальше чемпион индекс. Это, собственно, список всех героев. Здесь можно посмотреть непосредственно ваших героев. Как они одеты. Это удобно. Делиться такой информацией. Показывать какие-то скриншоты. Вот. Ну что-то здесь сразу есть, видите, что одета на моего людоеда. Какие у него таланты. Какой множитель на, собственно, навыках. И суммарные какие статы у него. Трекер событий. А здесь, собственно, показывает события, которые происходят. Нас интересует, допустим, данное событие на ледяного голема. Если мы его здесь отмечаем галочкой. То, когда мы переходим в автокликер. То у нас здесь, видите, будет идти данный момент статистика. Что я получил 450 очков на событие ледяной голем. Вот. Что-то там 6220. И, соответственно, тогда я уже могу даже указать, что я хочу 1500 очков получить в событии. И уже запустить не максимальную энергию, а запустить до тех пор, пока будет 1500 очков. И, соответственно, заливать банки. Игра сама будет играть, сама будет проходить. Это самое вот. Шатдаун. Выключение компьютера после того, как все закончится, у меня не сработал. Пробовал один раз оставить, не работает. Но я говорю, тут очень много всего объявлено. И какие-то вещи, по крайней мере, я не смог запустить. Дальше это шарт-трекер. Ну, на данный момент Плара его отключили. Но он здесь остался, как предупреждение. То есть он на данный момент у нас не работает. И настройки. В настройках языка русского, как понимаете, нет. Можно настроить, какое время между кликерами происходит. Сколько ждать время между боями. Вот. И какие FPS. Раньше крайне полезно было указывать путь к Plarium EXE. Сейчас что-то я не заметил разницу. Ну, давайте укажем. Возможно, именно из-за этого у меня не работал. Кликер на крафт. Я с большим интересом попробую его использовать. Так, мы зашли. Поставили 4-5 звезд. У нас есть 135 возможности что-то скрафтить. Никаких талисманов не выбираем. Говорим количество ранов. Ну, пускай будет 3. Говорим ран. О, и работает у нас и кузница теперь. В версии 3 назад я проверял кузницу. Она не работала. Ну, согласитесь, неплохая штука. Не установила только автопродажу. Поэтому придется еще раз запускать. Уже на этот раз автопродажи. Погнали смотреть. Да, видите, он их еще и продает. Это вообще грязный чит. Всем любителей турниров кланов. И на прощание по брику показываю, как обновить. Когда вы загружаете RedShadow Resell Helper эту программу. Вот, где такой компьютер с кисточкой. Если она просит обновиться, мы жмем обновить. И после этого, пока работает инсталлер, нам надо выйти из игры RedShadow Legends. Быстренько успеть, пока она не начала скачивать тут какие-то библиотеки свои. Потому что она иногда пытается библиотеки исправить. Которые, собственно, не дает изменить сама игра RedShadow Legends. Ждем, когда скачает. Все, она все скачивает. Когда пишет, что вы можете закрыть обновлятор. Закрываем обновлятор. Дальше запускаем Plarium Play. Не RedShadow Legends, а Plarium Play. И запускаем RSL Helper. И уже RSL Helper будет уже новая версия. Видите, 2.5.4.5. Версия в данный момент. И она сама нам запустит Plarium Play. Точнее, RedShadow Legends. Давайте покажем, как кликер работает на компании. Допустим, мы четырехзвездочные герои. Каэль нам качает. Да, у меня есть еще 200 попыток мультибоя. Но мы попробуем в данный момент через автокликер запускать. Соответственно, нас интересует автоматическая продажа. А автоматическое заполнение нас, наверное, не интересует. Потому что на этом аккаунте избыток у меня энергии. Поэтому мы поставим эффективно использовать цене энергии. То есть он будет качать до тех пор, пока энергия не закончится. Но нас это не устраивает. Мы будем либо количество попыток делать. Либо пока все прокачаются до максимального опыта. Давайте скажем, как будто мы хотим их прокачать всех до максимального опыта. На самом деле, не хочу я их прокачать до максимального опыта. Так, продажи у нас есть. Выставлен флаг. Всех продавать вам максимальный опыт. И, собственно, жмем run. Жмем побежать. Видим тут же информацию по всем героям. Они бегут сражаться. Каэль тут у меня не самый быстрый воин. Вы уж простите. Я думаю, секунд за 20 мы осилим. Прервать данный процесс мы не будем. Итак, Каэль, давай, дружище. Я обещал, что ты в 20 секунд тут всех размотаешь. А ты что-то уже затягиваешь. Появился предмет. То есть секунда пауза между боем. Потом какое-то время, чтобы продать предмет. И дальше следующий заход. Но вы видели количество ранов. Мы уже проверяли, она работает. И точно так же, и когда все до максимума опыта, тоже она работает. И если вы хотите, все это дело можно сминимайзить. Оно работает в фоне так же. А для того, чтобы видно было, когда оно закончит, тогда надо включить. Вот здесь вот проиграть музыку, когда закончена работа. Возвращаемся к кликеру. Вот. Ну и таким образом, то есть видим, что мы можем, собственно, использовать его везде. В том числе и на Минотавре. Видите, все свитки Минотавра. То есть даже для Минотавра есть настройки. Ну и на прощание скажу, что Plarium предупреждает нас об опасности использования всяких третьего вида программ. И чтобы найти страничку, собственно, самого этого Red Shadow Legends Helper. Вот здесь, когда жмем на вопросик, открывается его вики. Вики в Helper. Вот релизы все. Переходим в релизы. И последняя версия здесь будет всегда вверху. Вот, к примеру, последняя версия выходила буквально 7 дней назад. Ну и вот, собственно, самая ссылочка на то, чтобы это дело скачать. Хотя, допустим, в частности, Chrome может очень сильно возмущаться тем, что вы пытаетесь именно экзешник скачать. То есть надо будет несколько раз тут ответить и доказать, что ты не дрожащая, а право имеешь. Вот только видите, после третьего клика он погнал качать данную программу. И это, собственно, все, что я имел вам сказать, друзья. Надеюсь, я все осветил. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментарии. А на этом у меня все, друзья. Всем удачи. Пока-пока.